Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю её историю. История-то уже закончилась. Это пример счастливой истории любви, когда, казалось бы, сначала ничего к этому не располагало. Там есть разница в возрасте и менталитета, и религия верующей родителей, и папа, и мам. В общем, интересненько. Так что давайте приступим. Я вам прочитаю, потом, девушки, оставите ваши комментарии, что вы думаете по её истории. В общем, она бы с вами хотела поделиться, что бывает не всегда трудно-плохо. В общем, давайте приступим. Смотрю вас уже больше года. Спасибо за видео, приятную энергетику и полезную информацию. В последнее время произошли большие и неожиданные изменения в моей жизни, чем я хочу поделиться с вами, девочками, потому что я уже люблю эту рубрику про истории жизни. Итак, в июле 2019 года мы с подругой поехали несколько дней в Копенгаген, где случайно познакомились с одним симпатичным турком. Очень симпатичный, чернявый, искренняя улыбка, очень добрая энергетика. Мы вылупили чаю, позвали его присоединиться к нам на пешую экскурсию по Копенгагену. Так мы провели весь день и вместе, и лично мне не хотелось расставаться. Он очень активно личность играет на нескольких музыкальных инструментах, много читает, как и я, любит путешествовать. Показывала нам фото из своих поездок по Турции. Копенгаген был его первой заграничной поездкой. Я с удивлением обнаружила, сколько красивых мест в Турции. Озера, горы, как в Норвегии, море. Ну вот такие у меня были впечатления от его фотографий. До этого в Турции я была только в Стамбуле. Надо сказать, что на момент знакомства ему было 20 лет, а мне 29. Мы продолжили переписываться, смотрела его канал на Ютьюбе, что-то с моей головы было не так. Очень уж он мне понравился, но и был страх или даже стыд, что я сильно старше его, и вообще пора спуститься на мне на землю. Общение у нас было дружеское, без намеков на близость. Я бы сказала, что он даже держал дистанцию. Я считала, что это как барьер из-за возраста, и что я себе, взрослая тетя, вообще такого понадумала. Здесь девушку и подчеркивают определенные вот эти негативные установки. Как ты сказала, действительно не верится, что вся такая красивая природа в Турции в одной стороне. А он мне предложил купить нам два билета на поезд Анкараван и посмотреть их вместе. Бабочки в моем животе запорхали, а потом сжались. Но я из тех, кто лучше будет жалеть о том, что он сделал, чем о том, что не сделал. Мы запланировали путешествие, через несколько месяцев осуществили его. Мы встретились с ним в Анкаре, оттуда сели на поезд Диарбакыр, который шел 20 часов. Потом побывали в исторической Месопотамии, Мордини, город со старинными каменными зданиями. В общем, было классно. Потом поехали в Ван, Стамбул и в его город, в провинции Коджиэли. К этому времени я узнала, что он совершает намаз пять раз в день, сказал, что он верит в Бога, но не считает себя очень религиозным, но семья его религиозна. Отец его и мам. Мы познакомились с его друзьями детства, университетами и даже преподавателями. Делали завтраки с самоваром на мраморном море, кормили чаек. Откровенно говоря, между нами случилась близость буквально на третий день, после чего он сильно переживал, потому что разрывался между намазом и мной. Для него это была просто дилемма, я себя чувствовала совершенно какой-то страшной женщиной, которая совратила малолетнего, поэтому мы решили без рук в кавычках. Я была расстроена и пристыжена, мне было так жалко, что я сбила человека с истинного пути, но хватило его на два дня. Потом он решил, что раз это только я, то не такой уж грех, другие его идеи остаются при нем. Я была уже, похоже, тогда влюблена. И после завтрака на море мы поехали отвезти посуду к нему домой. Я не собиралась заходить к нему, потому что я уезжала и через пару дней, а соседских сплетен, конечно, бы хватило на месяц вперед. Еще и религиозные родители у него, и тем более, если бы он сказал, подожди-ка здесь, мне бы, конечно, тоже было это неприятно услышать. Я подумала, пускай бы идеальный роман курортно оставался идеальным. Он со мной согласился, что, наверное, так будет лучше. А потом, в последний момент, взял меня за руку и затащил, сказал, пошли. И так я познакомилась с его родителями, братьями и сестрой. У них не принято что-то утаивать, поэтому, очень, кстати, интересно, да, у турок. Поэтому он им рассказал, куда и с кем едет в путешествие со мной. Хотя родители эту поездку, конечно, не одобрили. Сказали, что это харам, грех. Но, конечно, я была представлена как подруга, иначе бы хватил их удар. Я уехала домой, но уже через две недели мы решили, что нужно снова нам увидеться. Получается, через месяц я поехала уже на три недели. Мы были в Каппадокии, в Адане, Анталии, снова в Стамбуле, в Куджаэли. Везде мы познакомились с его друзьями. В каждом городе кто-то знакомый у него есть. Из-за этого во многих местах он мог доставать ключи, и мы не тратились на отели. В целом, несмотря на то, что он был студент, он не давал мне платить. Хотя кое-где я все-таки, конечно, платила, потому что я думала, я же работаю, а он студент. Не должен же он оплачивать мой отпуск. Но мне нравится его такое отношение, что он всегда старается брать расходы на себя. Для меня это было к новинку, очень приятно. Я почувствовала себя женщиной, которая заботится. Он говорил, что отношений не хочет, и вообще, он еще такой молодой, вся жизнь впереди. Он не хочет всей этой ответственности, а хочет просто путешествовать и наслаждаться жизнью. В принципе, я тоже этого хотела. Но мои тараканы такие, что я всегда выбирала недоступных мужчин. То есть тех, кто не хочет жениться, не хочет отношений, кто находится на расстоянии. То есть меня интересовали мужчины, которые закрываются от любви. И в моей голове было так, что мужчина женится только если любит. В общем, все было по сценарию. Я плакала в подушку, что меня не любят и не хотят жениться. Хотя никогда-то я и не шла сама на контакт с тем, кто этого хотел. Молодец, вы классно анализируете свою психику. Молодец. На его я не хочу отношений. Я сказала, ой, я тебя полностью понимаю. Если бы мне было 21 и нарисовался кто-то 30-летний, и что-то от меня хотела, я бы бежала дальше, чем видела. Однако так не может продолжаться долго, чтобы не пропустить того, кто действительно меня полюбит. Это было после второй нашей поездки. Тем не менее, ничего мы не прекратили. Ну и, собственно, я была и не готова прекращать. Надо сказать, что у него вообще очень адекватная психика, чего нельзя сказать обо мне. Я просто почувствовала, что начинаю прорабатывать свои загоны и бзики. И почувствовала, что могу быть самой собой. По возвращению мы снова хотели увидеться. Уже через 2 или 3 месяца мы продолжали общаться, созваниваться, ждали встречи. Хотя он по-прежнему не хотел отношений. А я по-прежнему считала, что если он не хочет отношений, жениться и все остальное, то значит со мной что-то не так. Когда летом открыли границы, мы запланировали мой приезд на месяц. Помогло то, что работа удаленная. И моя начальница разрешила мне работать из Турции. Мы поехали с его друзьями в Анталию с палатками. Я об этом мечтала с детства. Палатки, море, костер, звезды, песни под Багламу. Можно сказать что-то, что все мои студенческие годы я отсиживалась дома. Я проживала именно этим летом. Я не чувствовала разницы в возрасте. По ощущениям в чем-то он даже взрослее меня. Я где-то инфантильная, поэтому в среднем нам с ним на двоих по 25 лет. Потом мы поехали к нему в гости. Были там где-то неделю, а если не дольше. Представьте себе, каково, наверное, было его родителям. Да и мне тоже. Но это был очень интересный опыт. Они по восточной традиции приняли гостя на повысшему разряду. Родители его очень любят своих детей. Мне ему такому упрямому запретить что-то не получилось. Поэтому они постарались поверить, что я типа просто путешествую и заглядываю в культуру страны изнутри. Мне выделили первый этаж. Конечно же, мы не могли оставаться в одной комнате за закрытой дверью. С нами всегда кто-то был. Он переживал, чтобы ненароком не поправить мне волосы или прикоснуться к моей руке, чтобы кто-то это заметил. Надо сказать, что после этого лета он перестал говорить, что не хочет отношений. Стал говорить, что он хочет понять, что с ним происходит. И убедиться в своих чувствах. Потому что, может быть, это все эйфория. Но он, в общем, хотел уверенности. Я решила, наконец, отпустить ситуацию и просто ничего не делать. Потому что в любви все должно быть только по доброй воле. Очень важно для своего счастья быть такой, какая я хочу. Понимать и проявлять свои желания. Говорить то, что хочу. И жить так, как я хочу. Молодец. Это здоровый взгляд на здоровые отношения. Мы уже планировали его переезд в Украину. Но так как он студент, он сказал, ему нужно больше времени, чтобы заработать на поездку. Мне разрешали еще работать в Турции. Я осталась еще на месяц. Вскоре объявили, что Украина закрывает свои границы. И я уехала домой одна. Его приезд в Украину мы перенесли на январь. Я себе сказала, что даже если мы уже не будем вместе, то это такой ответный визит. Потому что чувствовала, что хочу оплатить ему тем же самым. Он мне всю Турцию, можно сказать, показал. Для этой ситуации неопределенности я дала себе конечный срок того же до января. После этого, если ничего не развиваться у нас в отношениях не будет, то я собираюсь регистрироваться на Тиндере, ходить на свидания, наслаждаться вниманием. И я чувствовала, что тот самый, в кавычках, уже очень близко. Молодец. Про временные границы я тоже об этом говорила. У Пегасуса были скидки на билеты, и мы с подружками решили встретить Новый год в Измере. Я ему об этом и сказала. Он ответил, что приедет. Потом пошли слухи про локдаун. Мы думали, может, снова закроют границы. Он как-то стал даже настаивать, чтобы я приехала пораньше, если начальница мне позволит. В общем, с 22 декабря мы решили перенести на пораньше. Потом он стал говорить, что пора рассказать родителям о нас, потому что уже понятно, что я не просто так приезжаю в Турцию в очередной раз, чтобы я была готова, что нам будет, возможно, нужно пожениться. Так, стоп. Был у меня, конечно, закон про жениться, но все это не так я себе представляла. Я не собиралась жениться только из-за того, что его родители религиозные. Тем более, если для него брак ничего не значит, значит, что приедут просто на каникулы с подружками. Ничего не надо будет никому вообще рассказывать. Нормально же общались. Как будто вся жизнь у меня тогда перед глазами пронеслась. И пришлось осознать, что вообще мне все это в моей жизни нравится. И нафиг мне вообще этот мужчина не упал, может быть? Он сказал, что теперь для него все стало ясно. У него больше нет никаких сомнений насчет его чувств и чего он хочет. Что сложности и ответственности, которые пугали его раньше, теперь его не пугают. Если мы с ним будем вместе, что все равно мы когда-нибудь поженимся, так почему бы и не сейчас? Признаться, он признавался мне в любви. У меня потекли слезы, я была обескуражена, я не верила своим ушам. Мне до сих пор кажется, что это все происходит не со мной. Здесь я остановлюсь и дополню, что вы поэтому искали мужчин на расстоянии, недоступных, кто не любит. А здесь с ним медленно-медленно он много чего не обещал. Дал вам на расстоянии проверить себя, свои ощущения. Молодец. Тем самым к вам проложил дорожку, он на вас быстренько не накидывался, не отпугивал. Ваши страхи не подтвердились. Сначала мне захотелось убежать в лес, свернуться калачиком, спрятаться ото всех. Все это слишком неожиданно было, все пошло не по сценарию. Меня любят? Неужели? Я не знаю, как себя вести в такой ситуации, когда меня любят. Со мной хотят семью, от меня хотят детей. Какая ответственность? Я-то ее не осознавала по-настоящему. Я мечтала, конечно, о семье с ним. Но когда вот так лоб в лоб, он выложил все карты, свои желания. И меня это напугало. Потом вели локдаун по выходным. Ходили слухи, что закроют провинции на въезд и выезд. Все же было как в тумане. А он все настаивал, чтобы я прилетела как можно раньше. Не понимая до конца, хочу ли я вообще действительно замуж внутри себя. Или это был такой бзик какой-то, может. Я поменяла в итоге билеты с вылетом на ночным рейсом и прилетела к нему. И когда мы встретились в аэропорту, я стала успокаиваться. Его смеющиеся глаза, его уверенность мне тоже передались. Мы провели весь день вместе, ездили в администрацию узнавать, как продлить визу и прочее. Когда приехали к нему домой, родители уже встречали меня как будущую невесту. Накануне Никяха и мам Никяха мы пошли погулять. И он поделился своими переживаниями и мыслями. Он сказал, что не мог нормально спать и есть, пока я не приехала. И он переживал, что будет локдаун строгий. Я не смогу к нему приехать. Никяха устроили на следующий день. Об этом я узнала утром. Я не говорю, что я жертва обстоятельств. Все мои решения привели туда, куда привели. И впоследствии тоже к чему-то приведут. Конечно же, я могла сказать, стоп, все, отмотать назад или убежать. Но я подумала, что будет и будет. Что же я все-таки сделаю? Я хочу, чтобы быть с ним. А этот страх, он, наверное, бывает у всех. Молодец. Вы здесь описываете сейчас будут про страх. Что все страхи. Как закончить страх, чтобы его не было? Страхи нужно преодолевать. Вот эта девушка в письме это и написала. Сейчас послушайте. Я подумала, что все будет как будет. Я же хочу быть с ним. А этот страх, наверное, бывает у всех, когда происходит что-то новое и важное. И настолько стремительное. Успокаивала я себя тем, что это никях. Он ничего не имеет под собой никакой юридической силы. И будет время подумать еще раз. И у него, у меня. Отец и мам был против никяха без официального заключения брака. Но я сказала жениху, что я не хочу делать все в спешке. Не об этом я мечтала. Я хочу насладиться этим периодом. Мерить свадебные платья. Наслаждаться предвкушением. И рассказывать друзьям, что я невеста. Жених сказал, что его это все не волнует в принципе. Что вообще все равно. Официальный брак, неофициальный. Он просто хочет быть со мной. Что если для этого мне нужно, на мне нужно жениться, то он готов сделать это хоть сто раз. Так что если я не хочу официального пока что, то для него это тоже не проблема. Также, когда женится иностранца, нужно подготовить небольшие документы. Их перевод, опостили. В общем, родители на это тоже согласились. И поняли этот момент. После никяха первая неделя прошла так насыщенно, как будто там целый месяц прошел. Вообще я как-то настраивалась, что официальный брак подождет. И что может быть летом, всякое такое прочее. Я открыла своего мужчину с новой стороны. Мне было так приятно, когда он стал говорить, беним ищем моя жена. Хочешь поженимся официально? А я уже немного привыкла к этой мысли и чувствую себя женой. Теперь я выбираю колечко, и мы решаем, где пожениться официально. Я скорее всего склоняюсь к Украине. Я здесь остановлюсь. Девушка мне потом написала, они еще в июле этого лета. Я вас поздравляю. Они все-таки официально тоже расписались, поженились. Я с удовольствием обнаружила, что мой муж меня услышал. Что он знает, о чем я мечтаю, что ему важно. Я пишу все про себя, да про себя, потому что это часть нашей истории. Я рада, что все случилось так быстро. Я не успела нарисовать себе разные варианты событий и страхов. Мне, конечно, было страшно. Иногда меня пугает будущее и разница нашего возраста. И возможные сложности. Но я прошу Вселенную вести меня туда, где я должна быть. И не бояться, а любить. Никто не знает, кому сколько отведено. Очень правильные слова. И в жизни нет никаких гарантий. И отсутствие разницы в возрасте тоже не гарантирует ничего. Поэтому я выбираю жить рядом здесь и сейчас с тем человеком, которого я люблю. Буду наслаждаться этим каждой минутой. Я не меряю людей общественными мерками. Выбираю душой. И в дополнение она мне выслала фотографии из их никяха. Вопроса здесь никакого не было. Девушка хотела поделиться своей историей. Просто рассказать о себе, как бывает. Что, в принципе, классно. И огромное за это спасибо, за такой классный пример. А вот меня она попросила мое, скажем так, мнение. Что по этому хочу сказать поводу. Я хочу сказать, что вы, первое, очень правильно анализируете психоанализ о себе. Здраво мыслите. Почему у вас легко сложилось? Мальчик был молодой, но он взял ответственность. У него определенные кризисы с вами прошли. Свои становления личности. Он из мальчика-студента стал мужчиной. Вы его не отпугнули. У вас очень гладко все в стельку прошло. И так как вы кем-то раньше были в психологической точке зрения. И стали здоровым человеком. Здоровая психика и требования у вас к отношениям. Вот любить, понимать, в диалог вступать. Это все запрос на здоровые, нормальные отношения. Счастливые, как оно и должно быть. Поэтому я думаю, у вас брак будет счастливым. Вы слышите друг друга. Где-то нужно уступаете. Не игнорируйте. Вы огромные молодцы. Вы встретились с два психически, психологически здоровых человека. Которые слышат в диалоге, в здоровых отношениях. Вот девочки, кто у меня был на последнем курсе про здоровые отношения? Вот вам пример. Когда мы с вами разбирали страхи, образ идеального мужчины. И у меня страх, что вдруг я идеального не найду. Вот, пожалуйста. Вот девушка из того, что было, стала идеально здравомыслить. До этого она искала далеких, недоступных мужчин, запретных. Кто ее не будет любить. И тут она рассказала, как она встретилась. Уже начала себя менять. Какие-то моменты на свои страхи наступала. И, скажем так, без помощи психолога. Какой-то терапии и так далее. Она пришла, нашла здорового человека. И у них вот, пожалуйста, вам пример того, как могут быть здоровы, хорошие отношения, правильные. Я вам желаю всем счастья. Пишите ваши комментарии. Может быть, слова поддержки девушки. Что вы думаете по этому поводу. Все будет хорошо у вас. Спасибо за такую замечательную, солнечную, теплую историю. Если кому-то нужна моя консультация как психолога, под видео в инфобокс. Я оставляю свою почту. В теме письма пишите консультация. Или присылайте свои анонимные истории. В теме письма пишите истории от анонима. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok